то можно достигнуть формальной частичности 10-13 r на сантиметр квадратный на секунду в полосе 0,5-2-r я потом перейду на моделирование и покажу, что на самом деле мы детектируем идея была такая, что использовать данные с DSS как причастительность только показана в экстрагалактическом обзоре с DSS и использовать алгоритм, который идентифицирует галактики алгоритм называется RedMapper его авторы Эверайков и Эдвард Ротсов и с помощью этого алгоритма на месте рентгенского источника мы нашли почти 7000 скоплений там у меня могут разные цифры возникать смысл в том, что к каждому рентгенскому источнику приписывается богатость скоплений в том числе шумовая то есть 0,1,2,3 это шум а дальше уже начинает над рукой идти а дальше начинает над рукой значит, как говорится мы можем определить насколько хорошо работает этот алгоритм и есть два параметра это параметры определения окрасового смещения вот здесь как функция окрасового смещения 1,1,6 ошибка по окрасовому смещению в процентах вот видно, что она с 1 процента идет на 2,5 процента на расширке 0,6 то есть по окрасовому смещению это метрический метод ошибка показывает смещение вполне хорошее а вот ошибка по определению богатости скоплений то есть количество числа галактик она очень сильно возрастает потому что мы галактик реально не видим на больших трассах смещений и это на самом деле плохо ошибка 30 галактик она существенно затрудняет поиск галактик это в основном из того, что глубина обзора DSS в диапазоне А и она достаточно низкая вот так вот собственно если читать аннотацию в докладе я обещал рассказать о том как мы наблюдаем эту спетоскопию то есть галактик который мы считаем находится в скоплении она проводится в компании DSS-4 наш проект называется Spiders и собственно все, что мы считаем скопления галактик только ниже скопления галактик мы наблюдаем там естественно если там они близко расположены не каждый попадет из-за того, что в файбре нельзя слишком близко поместить а так в принципе все можно поместить и можно больше поместить я уже редко предложил и в два раза и в три раза можно больше поместить но как только закончится обзор то уже все пользу шоу вот я собственно говорю вот это вот просто речь неправильно, кстати, показала контентно-числительность тирозита это контентно-врогами было сделано естественно вот но курьентами вот наша чувствительность гораздо лучше и чуть не сильно хуже чем чувствительность клонера корректора вот ну это ладно это как бы а вот наши скопления, которые мы уже интегтируем и с ними работаем вот они их чувствительность она примерно такая как на контентно-эшталич их, конечно, легко победить но они поросат вот ладно здесь значит, это вот собственно наш самый то, что мы будем делать в следующий год это уже спланировано это уже понаблюдено все это уже сделано и это уже понаблюдено вот и я сейчас покажу вот эти вот фиолетовые это, собственно, будет набор результатов как бы демонстрация того что мы можем сделать с этим обзором с фитроскопическим обзором на скоплении вот возьмем такое скопление показывает принцип как мы работаем вот мы стараемся как говорится все галактики которые можем наблюдать наблюдать вот и что из этого получается значит у нас вот этот дружок значит некий радиус скопления и допустим здесь вопрос смотреть выборку есть вероятность есть это скопление и как функция от него вероятность того что галактика находится скопление немножко уменьшается в том числе уменьшается с яркостью галактики то есть этот алгоритм он вероятности галактики скопления он считает и нам выдает все наиболее вероятные галактики попадают к нам в обзор и мы берем их галактики смещение значит из 23 галактики по мере смещения 20 оказалось на одной линии то есть оно скопление у нас как результат этого обзора речность 40 это небольшое скопление ну маленькое вот и уже иметь 20 то есть на любое чуть больше скопление укладка скажем лично ну два раза больше у нас будет 20 40 членов скопления с померенным смещением это не только позволяет определить но и понять есть ли субструктура динамическая если проекция вычисляется с хорошей статистической точности больше 10 ч вот и например вот встречаются такие случаи что естественно у нас проекция двух групп вот раз два создает видимость скопления на самом деле это две группы и вот специфический отзор позволяет естественно определить и значит изменить собственно формально если личная порода богатства было 19 горошек она в два раза падает на сколько половина не принадлежит то есть она это десятка это группа вот можно значит поскольку у нас много измерений смещения значит мы можем даже скоростей померить и посмотреть как это соответствует светимостью эту точку мы уже пересчитали это у меня была некая проблема и поменяется светимость уже в следующем варианте эпазона в принципе вот из собственно вычислений ожидается некая зависимость неким разбросом вот то есть это независимый способ определения полной мы также можем проверить сейчас посмотрим на статистику тысячи скоплений было проведены с богатством больше десятки из них 700 имеет больше 3 значит теоскопических размещения и 410 больше чем 10 и 200 больше чем 15 естественно что на самом деле для космологии интересны только самые редкие скопления по ним у нас будет больше чем 15 вот берете речность делите пополам это единица 10 14 массы простая связь вот так дальше и значит вот у нас связь между вот померенным это не фонтази это как бы по красной последовательности симметрической смещения и петероскопического видно что согласие хорошие но для отдельных систем есть вот а если сравнивать с предыдущими рентгеновскими обзорами сегодня было например взять рефлекс они рисовали такие картинки как масштабную структуру Вселенной вот эти синие точки вот до сюда доходили их данные уже по текущему обзору мы можем дать рентгеновске 05 вот мы доходим на него и собственно видно что во-первых ну гораздо дальше заходим гораздо больше больше то есть у нас крупномасштабная структурная структурная статистика такая что из всех скоплений что мы пытаемся отождествить у нас падение успеха происходит на на смещениях порядка 0.45 успех уже небольшой на 0.7 этот успех пропадает и отчасти это определено тем что выбор скоплений на таких смещениях по данным естественно она очень слажена и много шума то есть это реально действительно там ничего нет ты смотришь и действительно ничего нет вот и это вот одна как бы цифра и другая цифра это вот другу говоря графики там сколько скоплений с числом теоскопических членов скоплений вот как бы то есть чем больше галактических скоплений тем меньше число скоплений вот там 50 100 200 это можно поделить на 300 квадратных градусов то есть это доходит до 1 скоплений на квадратный градус вот здесь наверху то есть скоплений на 2 квадратных градуса у нас уже где-то раз смещения скоплений мы получаем вот так ну в общем вот с этой это у нас программа она еще будет работать до 2020 года потом параллельно конечно на юге у нас программа будет с прибором FOMOST на телескопе Виста и опять-таки это задача коммуникации скоплений лежит опять на мне и значит этим будем заниматься сейчас мы как раз занимаемся подготовкой обзоров проведения глубоких обзоров диапазоне и диапазоне мягко для того чтобы у нас должно наблюдать помимо того что подготовлена почва для тероскопической идентификации скоплений мы в том числе подготовили почву для лебровки скоплений сейчас считается самым лучшим по данным слабое линзирование и мы за несколько лет набрали достаточно много полей просто подавали на телескоп цепочки и пронаблюдает все богатые скопления от 0,4 до 0,6 то есть делаем упор на то что на смещении 0,5 у нас есть лебровочная точка чем на 0,5 потому что от 0,1 до 0,3 есть проделанная работа по обзору локус там уже есть канадский обзор себе они в принципе совпадают по их результатам я собственно задействован обоих обзор тех и в общем мы сейчас делаем наш обзор на красно-мечение 0,5 вот это уже померенные данные по линзированию вот эти массы нарисованы и мы там примерно по исходя из рассадовской светимости оценим какая будет температура вот она будет такая фактически все можно наблюдать и мы начале наблюдения с чангрей уже сделали почти для всех скоплений то есть у нас по крайней мере лучше померен поток померить температуру нужно дополнительную ингредиенту я еще упомянул про эту программу позже вот в принципе если все скопления вместе сложить вот так выглядит профиль потенциалов единицы дэта сигма то есть разница потенциала и вот эта модель которая описывает скопление у которых центр хорошо определен часть скопления у которых центр плохо определен но надо понимать у нас все-таки раз и у нас этот оптический центр который мы используем он конечно не такой хороший то есть у нас есть скопления должны быть скопления у которых есть ошибки в центровке это влияет на форму сигнала в общем-то у нас сейчас эта модель это описано в принципе параметры там получаются вполне приемлемые как бы у нас есть работа на эволюцию концентрации масс вот это не суть суть в том что данные хорошие и 83 скопления было наблюдено значит рескопом карма вплоть до его закрытия наблюдали и вот некоторые только начали наблюдать поэтому там сигнал очень слабенький плоскость UV по крайней плохо но на 70 скоплений у нас сигнал больше чем 2 сигма больше чем 60 скоплений 3 больше сигма и вот примерно такая вот зависимость между параметром Y и светимостью в раз и от 10-4 до 10-5 такие типичные значения для скопления мы наблюдаем И это все, как бы, работа проведена. И, собственно, почему я еще об этом рассказываю, потому что у нас было предложение такое, что если мы хотим на самом деле делать костмологию, и мы серьезно по этому относимся, то надо как бы кульбровочную и вот эту performance certification, фазу, потратить отчасти на то, чтобы пронаблюсти вот эти вот наборы скоплений, которые мы знаем, все параметры померены, есть также данные других обсерваторий, и откалибровать кульбровку, после чего нам будет легко делать костмологию, и она будет откалибрована для обоих обзоров одинаково, и мы будем использовать эти кульбровки, тогда претензий к нам не будет. Как мы знаем, что если не делать кульбровки, то уже все, Алексей Виклинин опубликовал, и можно уже никуда даже не идти. То есть, если этого не делать, можно вообще ничего не делать. И больше скоплений вообще можно не искать, вот в вашей встрече. Они найдут, а зачем? Вот если не кульбровать, вот можно ничего вот этого не делать. Уже Виклинин все опубликовал, и Родион добавил. То есть там больше ничего делать не надо. Вот. Нет, я все-таки согласен к этому. Надо скоплений. Претензий кульбровки очень важно, здесь Алексей совершенно прав. Большие кульбровки не помогут? Не будут отличаться? Ну, все равно, будет либровки масса. Если у вас большая систематика, то да, не помогут. Претензий кульбровки нужны. И... Мы работали три года, готовились претензий кульбровочные поля, их надо наблюдать. Вот. И, как говорится, ну, договориться, сколько времени потратим. Все, что потратим, это на пользу, на пользу. Расскажите. Ну, вот, мегасекунды, это хватит на все. Тогда мы из пяти полям можем покрыться с этим. Если из пяти не будем покрывать, мы хотим вам подарок сделать, из пяти полям вам подарить, но вы не хотите. Нет, здесь пяти не будем, я северное воздухом. Но там у них калибровки масс по ХАГу. Они себе сделали. И другим, естественно, сделать это больше не дадут. Если мы по ним не сделаем, нам шансов не дадут. Надо, как бы, понимать, что все-таки время надо дать это число. Вот. И в двух словах, поскольку я уже отвечал на заданные мной же вопросы, как мы вот моделируем? Вот радион, как бы, упомянул, и вот, моделирование важное, так сказать. Мы видим, вот, скажем, вот здесь эта точка, как раз вообще 0.2, 0.4 и 0.5. Вот видим, значит, эволюцию в функции светимости. А у нас дополнительный процесс, это из-за того, что у нас детекция на уровне полосона, у нас большой шум вместо формальной, вот это было бы синенькая чувствительность, значит, у нас вообще там раздумие до нескольких поток из-за того, что детекция такая. Вот. Значит, обычно мы моделируем вот это уравнение у нас. Значит, функция масс сворачивается с, значит, связь массы с наблюдательным параметром, вот. Вот, потом с площади обзора. А у нас еще добавляется вот этот вот процесс, который по осамовски к этому делу. Получается такая матрица, вот эти вот настоящие массы, это массы, которую мы якобы меряем. Вот. Да, я все это, я закручиваю. Да, и видно, что матрица вот эта диагональ, матрица не диагональная. В общем, ее можно только вот этим вот прямым путем фитировать. И еще проблема в том, что если мы делаем ограничение по богатости, она может эффективно убрать вот эту часть скоплений. И число скоплений у нас формальное, оно естественно уменьшится. И как и модель будет, естественно, должна знать, как это вот богатство влияет на эту селекцию. Вот. Я просто показываю, как вот эти вот эволюции массы проходят быстренько. Две модельки представлены. Но, вспомните, мы это 0.25 и 0.3. Так, для примера. Мы все можем еще по планку откалибровать. Вот. Поставку на планки. И вот этот еще раз зазор. Вот это вот скопление планки. Они у нас тоже протектируются. Вот. Они с собой совпадают. Скопление кодекс меньше. Как раз из-за этой матерцы это все можно проверить. Вот. Я уже прикажу. Извиняюсь. В спину. Как я и обещал. Вот. Выводом. Собственно. Вот. Источники, которые будут интересны для практик СРГ. То есть многие из них, что вы нашли, это успели. И это долгая работа. И мы, скажем, в поле это подготавливали. Но для этого на юге еще ничего не подготавливали. В основном на севере. И, как говорится, и по слабоализированию, и по наблюдению в СРГ. Сделаны большие инвестиции и хотелось бы их использовать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чем глубже ты копаешь полкан, тем больше скоплинки попадают в наши поля. Потому что они, в принципе, это те же самые скоплинки. И вот. Но 400D это не разбросанный обзор другого. У нас совсем другого мероприятия. Хорошо. Поблагодарим. Следующий доклад. Александр Мещенков. «Измерение красных смещений скопления Галактика на Z-2045 с высоткой точностью по фотометрическим данным основного обзора». Я буду рассказывать про метры измерения красных смещений по данному ДСС. И Галактика по данному ДСС привлекает технологию машинного обучения. Пару слов о нашей группе. Она состоит из статификов и языков сотрудников факультетов математики и гибернетики, рекламных математиков. И наша цель состоит в применении методов машинного обучения, которые сейчас приобретают очень высокую популярность. И технологии больших данных в астрофизике. Работа ведется по двум грантам. В поддержке РПП. Один чисто Computer Science связан с измерениями, обработкой больших данных изображений и оценкой масштабированности алгоритмов. Второй грант переводит работа по применению методов машинного обучения для измерения красных смещений галактики. Мы также благодарны компании Microsoft, за которые доставили обученные ресурсы, на которых мы разворачиваем свои модели. Несколько слов про астрофизику. Есть масштабные задачи, которые требуют обработки большого числа объектов по всему небу. С другой стороны, уже есть или скоро будут огромные данные изображений, каталогов, которые открывают фотометрические изображения неба в разных достаточно широких фильтрах. И чтобы обрабатывать эти данные, имеется ввиду, нас интересует классификация их, массовая классификация и массовое измерение различных параметров, в частности расстояния, красное освещение по фотометрическим данным нужно применять в методике машинного обучения. На самом деле, здесь я буду говорить про обучение с учителем. То есть, фактически, это используя тренировочные выборки, про которые мы все знаем, их классификацию и параметры, которые измерены в этих выборках. Мы пытаемся предсказывать на более грубых данных, предсказывать эти же параметры на больших выборках, на фотометрических каталогах, в частности, СБСС, о которых я буду говорить. Есть тренировочная выборка. Это данные, в большинстве случаев, по которым есть спектральная информация. В настоящий момент порядка 5 миллионов, это оценка, всех объектов, которые наблюдаются на небе, порядка миллиарда объектов, имеют спектры. То есть, это очень маленькая часть общей выборки галактик, звезд. И, собственно, задача машинного обучения состоит в применении на основе вот этой небольшой выборки, объекты, которые обычно являются объектами, которых есть спектр, построить какие-то прогнозы, статсифицировать объекты по данным больших фотометрических обзоров нервов. Ну, как это всё выглядит. Есть у вас фотолог, ну, в данном случае это величины СБСС, УЖИА и ЗН. Тренировочный выборк. Есть красное освещение, которое поверено в спектральном обзоре. Есть выборки для применения методов. Это метрические, например, потолок СБСС, при которых мы не знаем красное освещение. Мы пытаемся их оценить на основе генировочных данных спектрального выбора. Есть метрики оценки, то есть стандартные это смещение, дисперсия. Ну, можно придумать ещё количество фотографических выбросов, которые дают наши модели. Как вообще строили построение модели измерения красных смещений с помощью машинного обучения? Мы на первом шаге взяли стандартную выборку из СБСС, Галактик. Здесь она приведена. Взяли некоторые стандартные признаки, то есть от величины объектов в эти фильтры. И начали пробовать различные алгоритмы машинного обучения. Их довольно много. Какой из них больше подходит для данной задачи? Ну, неудивительно, мы нашли, что называемый алгоритм семейства случайного реза деревьев решений Render Forest, который на самом деле очень широко применяется для разных задач, он дал нам наилучшее качество оценок на нашей пробной выборке фонетрических красных смещений. Дальше мы развили этот метод, внесли в него новый ингредиент, который позволил нам оценивать красные смещения с очень хорошей точностью. То есть до этого и большинство групп используют большой набор атрибутов, которые характеризуют цвета Галактики и ее величину в разных фильтрах. Мы взяли такой метод, можно назвать самослава. Мы взяли все, что есть в фотометрическом каталоге SDSS. Это величины Галактики, их потоки, цвета, радиусы, формы, морфология. И, применяя Render Forest, все эти признаки мы использовали для оценки фотометрического красного смещения. Собственно, это я рассказывал в прошлом году. В итоге у нас получилась очень хорошая модель, которая примерно в 2 раза может дать лучшие оценки фотометрических красных галактик, чем стандартные модели, с которыми мы можем сравнивать. Которые работают в малом числе на величинах и цветах галактик. На самом деле, вот здесь показан микро-график. Здесь спектральное красное смещение объекта, здесь электрическое красное смещение. Красные точки – это модель с большим количеством признаков. Синие точки – это модель по базовым признакам с электрическим узором SDSS. Дальше мы взяли объекты, которые гарантированно являются хорошими объектами, то есть имеют хорошо подскользованный спектр. Это старые электрические галактики с пассивной эволюцией, выборка больших красных галактик из обзора VOS, SDSS. И на этой отличной выборке мы посмотрели, насколько хорошо можно получить оценку красного смещения. И, собственно, вот что вышло. То есть для галактик в диапазоне от Z0 до 0.45, который подкрывает выборка на Z, SDSS, мы получили точность измерения красных смещений 1.5-2%. Для галактик Z ближе 0.2 точность порядка 1.5%. Это очень хороший результат, можно сравниться с другими работами. То есть можно делать вот такой вот привычный вывод, что, применяя алгоритм машинного обучения на всех доступных атрибутах объектов из каталога SDSS, мы измеряем красное смещение больших электрических галактик с очень хорошей точностью. Мы решили применить это умение для измерения красного смещения и скоплений галактик. Собственно, об этом будет вторая часть моего доклада. Все эта работа была сделана с авторским инсордионом Бурениным и Георгием Харужем из ПИКИ. И она опубликована в журнале. Ну, актуальность измерения красного смещения, наверное, всем очевидна. Необходимо получить выборку скоплений с точностью измерения красного смещения порядка 1%. То есть, с прицелом на то, что наш метод сможет потом применяться для измерения красного смещения в обзоре Яразии. Далее, ну, само измерение красного смещения и скопления может быть здесь три этапа. То есть, сначала мы отбираем галактик скопления, потом измеряем красное смещение в отдельных галактик. Ну, затем вот такой простой способ. Усоединяем отдельные независимые, как мы надеемся, оценки и получаем красное смещение скопления. То есть, очевидно, если мы умеем измерять Z галактик с точностью 2%, то мы можем ожидать, что достаточно набрать несколько галактик скопления, и точность измерения Z скопления будет уже лучше 1%. Это то, что нужно для того, чтобы измерять космологические параметры с помощью выборов скоплений. Одно из того, что нужно для науки скопления. Ну, значит, мы использовали, я описал метод измерения красного смещения отдельных галактик. Дальше мы взяли тестовую выборку скоплений из каталога 400D, на которых мы решили проверить точность нашего метода. То есть, для этих скоплений мы все знаем. Мы знаем точность электроскопические Z, и мы их используем как тестовый эксперимент. Получилось 130 дней скоплений, которые попали из обзора DSS. Мы отобрали галактики скопления по красной последовательности на биограмме ЦС-1000. И, соответственно, дальше, используя нашу тренировочную выборку, получили детками машинного обучения оценки для всех галактик скоплений. Ну, на самом деле, не совсем для всех. Проблема тут такая, что у нас тренировочная выборка, которую мы используем, включает в собой только самые яркие галактики красных последователей. То есть, на самом деле, красных последователей гораздо больше галактик, и они, в основном, все слабые. Одно из основных положений классического машинного обучения состоит в том, что выборка, на которой мы тренируемся, и выборка, на которой мы делаем прогноз, должна быть одинаковая. То есть, очевидно, здесь такого не происходит, поэтому мы искусственно сократили количество объектов в отфильтровале галактики скопления ровно тем же фотометрическим критериям отбора, который был использован для построения выборки ЛРГ галактик во обзоре БОРС. Соответственно, у нас сильно сократилось количество галактик, для которых мы надежно можем предсказывать фотометрическое Z. Вот результаты. Это уже красное... Здесь спектральное красное освещение скопления S-400D, это фотометрическое, которое мы измеряем. То есть, сразу не символом показаны галактики, для которых мы набрали один, два, три, четыре галактики, для которых мы точно все измеряем. Ну, мы в итоге получили точность оценок красных смещений скоплений, примерно соответствующих тому, что есть в известном редмапере. То есть, для скоплений ближе Z0.45 у нас точность порядка одного процента, а на Z0.1.0.2 у нас точность по проценту. Но надо отметить, что в редмапере красное смещение оценивается по всей красной последовательности, а мы берем только несколько галактик, намеренно пока ограничивая себя только яркими объектами. То есть, это очень хороший результат, и здесь представлены выводы. И можно сказать, что в будущем мы хотим довести алгоритмы измерения красного смещения скопления до большего совершенства, скажем так. Основная цель, конечно, это использовать все объекты, допустим, все галактики скопления, ну, большее количество галактик скоплений для измерения красного смещения. Для этого нужно применять специальные методики, там, перенесения, обучения, как это называется, с одной выборки, да, спектрально на другую выборку, которая у нас есть. Мы над этим работаем, но даже вот та работа, которая сделана, показывает очень хороший результат, и мы надеемся, что мы сможем применить ее для измерения красного смещения обзора РСМ. И вообще, глобальное дальнейшее направление исследования состоит в том, что у нас есть модели, построенные на спектральных выборках, и мы хотим, используя разработанные уже методы классификации и регрессии, в данном случае измерения красного смещения, применять их на больших выборках фотометрических каталогах, которые будут производиться большими обзорами неба, такими как ДЭС, ФАНС, и в будущем ЛССТ. То есть это вот очень важное направление. Еще я хотел сказать, что в нескольких докладах прорекламировали наши группы в подстанной сессии, которые посвящены тоже фотометрическим красным смещениям их измерениям, и также конвейерам обработки астрономических данных в больших обзорах. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Саша, ты сказал, что особенности вашего метода, что вы используете всевозможные индикации с металлой инфекцией, но она показывает, что конечный результат, это скопление. Реально, что кроме инфекции вы используете? В чем основаны вот эти красные смещения? Значит, красные смещения скопления основаны на красных смещениях отдельных галактик. То есть для самих галактик мы применяем этот наш метод. В основном, конечно, используются цвета и величины. Но, например, у вас с красным смещением коррелируют не только цвет объекта, но еще их, допустим, светимость, величина, размер. Это не совсем одно и то же. То есть это близко, но это не совсем одно и то же. Это содержит дополнительную информацию. Она, конечно, не в несколько раз добавляет сведения, но, тем не менее, оценки основаны на большом числе атрибутов, как в автоматическом статологии, они оказываются более точные, чем, допустим, на четырех цветах плюс величина. А здесь практически какой-то линейный функционал или что? Какой, например, размер галактик? Вообще, вот эти методы, это на самом деле можно рассматривать как некую интерполяцию. Сложно. Интерполяцию, ну, грубо, можно так сказать. То есть у вас есть тренировочная выборка, она разбрасывается по каким-то там квадратным ячейкам, у нас гиперностранственных параметров, их много. И потом ваша выборка, на которую вы предсказываете, вы начинаете ее разбрасывать в эти ячейки и усреднять по уже тренировочной выборке. То есть я так не могу просто объяснить, что здесь делается. То есть это как бы методы, которые основаны на данных. То есть на тренировочных данных. То есть если в обычных методах у вас должна быть хорошая аналитическая модель, то, например, то в этих методах у вас должна быть очень хорошо подготовлена тренировочная выборка. Вы одни должны все знать. Да, пожалуйста, Дмитрий Ильич. Вот у меня вопрос о геологии. Тренировочная часть выпаса. Звучение со шерфикацией. Ну, о том, что она не меняет. Она не меняет. Через литого сердца и сердца. И точность ваша. Важная тренировочная выборка отбрасывает грубое. Ну, там, кто не отбрасывает. В основе метода, который вы видите, об этом стоит сказать. Вот этого стоит, ну, к работам в прошлом лете. Вы же, поиск скачка пальцев. Либо, если это повёртая объявка, скачка планическая. И точность этого метода сидит в ширине полосы. И чтобы вы это не вытворяли, вы точность не повысите. В этом мнении все непонятно. Как вы собираетесь. Вот прекрасно. Вы показали, что вы тренировочная выборка. Великолепно. Вы показали, что у вас уменьшился разговор. Да, вы бросили там звёзды, ещё что-то. Ну, остальные дела. Вот точность в ширина полосы. Уже откликается самим обзором SDSS. В этом уже ничего не сделаете. То есть мне непонятно, вот ваша эйфория, повысить точность вот этого метода. Это не хаус. На самом деле, вы правы, что максимальная точность метода определяется шириной этих фильтров и устройством обзора SDSS. Речь идет о том, чтобы максимально использовать те возможности, которые предоставляет широкополосная система SDSS. В высшей ней мы не можем продвинуться. То есть надо использовать среднеполосные фильтры, либо использовать, соответственно, спектры просто измерять. Но здесь обычно оценки по широкополосным фильтрам не являются оптимальными. То есть речь идет о том, чтобы привлечься к порогу по точности. Ну, вы сказали об SDSS. Помните, в серии нейронных широкополосных фильтров? Нет, прошу прощения. Можно брать не SDSS, можно брать другие обзоры. То есть можно у нас среднеполосные с теми тоже самое сделать. И все правильно. Значит, в этой работе действительно приближаемся. Пытаемся сделать лучшее, что можно сделать по широким фильтрам. Ясно, что с другими фильтрами будет лучше. Вот, в обсуждении я предлагаю перенести билуары. И сейчас хотелось бы услышать докладский обучающий механизм медведев. Аномальное афродерийское вращение в межзвездной и межгалактической среде. Вот. 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 Добрый день. Расскажу сегодня то, что всем вроде бы давным-давно известно про фарадеймское вращение. Кстати, в этом году исполняется 270 лет со дня его, годы его обнаружения на этом фарадейме, 13 сентября 1845 года. Фарадеймское вращение нам что показывает? Показывает наличие магнитного поля. Поэтому, собственно, мотивация доклада, в общем-то, привиальна. Фарадеймское вращение является замечательным методом оборожения космических магнитных полей в межзвездной и межгалактической среде. Тем не менее, случайно совершенно был обнаружен факт, что в области лебедя, от супербаббла лебедя, наблюдается некая аномалия. Эта аномалия, на самом деле, была известна достаточно давно, но она была известна несколько в другом контексте, а именно в том, что там в фарадеймское вращение меняется очень быстро относительно угловой координат, то есть по небу. Что я сегодня покажу, это то, что не только эта аномалия там существует. И мы предложили объяснение вот этой аномалии фарадейского вращения в этом месте в районе лебедя, в петли лебедя, о котором я скажу дальше. В принципе, это применимо везде, это применимо в любой межзвездной и межгалактической среде, поэтому я, собственно, и вынес в заголовок обе эти среды, чтобы, так сказать, не ограничивать область применения. Хотя пример, конечно, межзвездный. Фарадейское вращение возникает из-за того, что у нас есть плазма, плазма с магнитным полем, и эта плазма является соединизованным газом, соответственно, у нас есть электроны и ионы. Электроны и ионы имеют разную массу, соответственно, вращение в магнитном поле их происходит с разными частотами. И поэтому волна, скажем, если вы имеете линейно поляризованную волну, а это, на самом деле, сумма двух циркулярно поляризованных волну, право поляризованные и лево поляризованные, из-за того, что у нас есть вращение электронных ионов в разные стороны и с разными частотами, то, соответственно, лево и право поляризованные электронные интервалы распространяются немножко с разной пазмовой скоростью, и, соответственно, возникает пазмый сдвиг. Дисперсионное соотношение написано здесь. Возьмем корень квадратный, это будет индекс рефракшн-эндекс, как по-русски. И показатель приятного мнения. И из него можно получить разницу дельта-к для лево и право поляризованную волну. Это то, что он, собственно, дает нам фазовый сдвиг, потому что фазовый сдвиг, ну, это омега-т минус-кккx, омега здесь не играет никакой роли, а дельта-кx как раз и дает нам фазовый сдвиг по мере прохождения волны через среду. И вот, собственно, формула, она здесь всем давным-давно известна. Некая комбинация констант на интеграл от плотности электронов на магнитное поле, проинтегрированное вдоль луча зрения. Естественно, ориентация магнитного поля по отношению к нему все-таки не играет роль, это либо положительное или отрицательное. И вот это вот rm, это называется Rotation Measure, или мера вращения, спасибо большое, умножить на лямбку, лямбда-квадрат. Все тривиально. Дальше я хочу рассказать, собственно, об этом интересном объекте. Точнее, это не объект, это целая область. Обнаружил я это дело совершенно случайно. Есть две стадии 90-го года и 2009-го года, которые исследуют вот эту область примерно 5 градусов на 5 градусов. Каким образом меряется парадейское вращение, каким образом меряется магнитное поле за счет парадейского вращения? Ну, очевидно, что вращение в плоскости поляризации поляризованного света, то есть нам нужен какой-то источник фоновый, где-то далеко, а за пределами галактики, дальше свет проходит через межзвездную следу, и в ней что-то происходит. Поскольку мы не знаем угол исходного плоскости поляризации относительно нашего, скажем, в приборе, мы зададим какие-то реперные оси, исходный угол поляризации нам неизвестно, поэтому, естественно, мы не знаем, насколько плоскость поляризации повернулась. Но легко избежать, если мы возьмем и померяем, как меняется плоскость поляризации на двух частотах. Тогда эта константа выпадет, если мы возьмем разницу. И, собственно, так люди и делают. Берут две близкие частоты и смотрят, как меняется угол вращения плоскости поляризации между этими двумя частотами. Проблема здесь, конечно же, возникает из-за того, что угол мы не можем мерить. Мы всегда меряем угол по модулю 360. На самом деле, поскольку мы даже не знаем направление, то это по модулю 180 градусов. То есть, Pn там всегда существует. И вот это выраженное рождение, оно, к сожалению, проблематично, поэтому две частоты, тем не менее, обычно недостаточно, хотя есть случаи, когда достаточно. Но трех частот достаточно. Первая стадия от 1990 года, она, собственно, этим и занимается. Есть две близкие частоты и третья далекая частота. Первые две близкие в районе полутора мегагерц и третье измерение на частоте порядка 5 гигагерц. И дальше проводится рассмотрение, как бы моделирование, фитирование по этим трем точкам некой прямой. Прямая она по модульке, но, тем не менее, она должна проходить через все три точки, и, соответственно, меряется афик квадрат и выбирается, какой из них лучше всего. Вот это вот достаточно, поскольку r-bar, то есть точность измерения очень хорошая, r-bar маленький, то, так сказать, точность х квадрат, на самом деле, тоже очень большая. И можно с достоверностью, с очень хорошей достоверностью сказать, какая будет мера вращения. Вот здесь вот показаны те источники, которые были померены, пронаблюдали и проинтерпретированы. Чем характерны эти источники? Эти источники характерны тем, что они двойные источники. То есть вот один из примеров, он плохо видно, тем не менее, видно вот этот вот источник, он состоит из двух, близко расположен. Для чего это нужно было? Они хотели посмотреть, как меняется мера вращения в зависимости от угла, ну, то есть от расстояния между источниками. Вот это нужно для того, чтобы посмотреть, попытаться проинтерпретировать, вытащить из наблюдений, какой спектр флутуаций, тромбулентных флутуаций, магнитного поля и плотности электронов. В красном я здесь отметил те источники, которые на самом деле очень странные. Странными источниками являются те, которые имеют меру вращения близкую к нулю или даже отрицательную. То есть в основном, во всей этой области мера вращения порядка тысячи сантиметров, единства сантиметров квадратных. А вот те, которые представлены здесь, они не то, что там и тысяча, они, как видите, некоторые из них близки к нулю и даже отрицательны. Это, собственно, и было предметом, частично, так сказать, одной частью вот этой работы было исследование вот этих вот источников и нахождения, так сказать, как мера вращения меняется. Пока что все идеально и легко вычислить вот эти вот углы, они там вычислены были. Мера вращения в обоих случаях должна быть одинаковая. Углы относительные, они меняются как лямбда квадрат для двух вот этих частот, которые померены. И, соответственно, можно посмотреть, какая будет мера вращения. Она должна быть одна и та же. Поэтому, если вы возьмете отношения вот этих вот углов, которые даны в этих двух статьях, то отношение должно быть, ну, скажем, угол при пяти гигагерцах, разница углов при пяти гигагерцах должна быть в двадцать и семь десятых раза меньше, чем ДТ и Хи при полутора гигагерцах. Просто чистая математика, арифметика. Но если вы возьмете эти цифры и помножите на раз и семь, вы не получите вот этих величин. Даже если вы добавите или уберете Пи, там, два Пи и так далее. И вот это проблема, которую, по-моему, никто до сих пор не обнаружил. Дальше. Если кому-то сложно делать гигагерцах, у меня, например, сложно. Поэтому я обычно стараюсь всегда все рисовать. Вот я здесь нарисовал это отношение. Точнее, синим показаны углы при пяти гигагерцах умножить на двадцати семь, где они должны быть. А в зеленом эти точки, они плохо не следны, в зеленом показаны реальные измерения на полутора гигагерцах. И видно, что они отличаются доставочно существенно. То есть те, которые обведены, они отличаются больше, чем на сигма. На самом деле некоторые отличаются и на пять сигм. Например, вот этот вообще дико отличается. Это дикая разница между ними. Почему такое возникает? Ну, два варианта. Один вариант в том, что изменения неправильные и, соответственно, анализ неправильный. Но данных для того, чтобы делать такой вывод у нас нет. Второе, можно попытаться найти коррекцию для меры вращения, которая зависит от длины волны наблюдаемой. То есть от частоты света это то же самое. Какая физика тут может быть? Физика сложна, потому что на самом деле у нас почти ничего там нет. У нас бестолкнительная среда, у нас, так сказать, магнитное поле. Оно может быть как-то там случайным образом направлено, но это никак не может влиять на то, что есть частотная зависимость. Частотная зависимость, она, как мы видели, зависит только от дисперсии и выведенной из интегралов. Поэтому нужно что-то новое. Но вот что-то новое мы предполагаем, скорее предлагаем, что предполагаем, наличие турбулентности. Почему? Потому что эта область, она очень активная. Это область, где у нас большое количество молодых звезд, где у нас есть остатки новых и так далее. То есть все вот эти вот объекты, которые здесь в основном большими кругами показаны, это O-B associations, то есть ассоциации молодых звезд. Вот этот вот пунктирный круг, это остаток сверхновой. Везде есть какие-то потоки газа, какие-то неравновесные явления. Поэтому в принципе можно ожидать, что там есть турбулентность. Вот мы предполагаем, что эта турбулентность там существует. И тогда говорим, хорошо, пусть будет турбулентность, что это турбулентность делает. А турбулентность делает очень простую вещь. Она начинает рассеивать частицы. И когда вы рассеиваете частицы, это некие эффективные столкновения. Поэтому можно назвать квазистолкновения, если хотите. Среда сама почти бестолкновительная, но взаимодействие с волнами дает вам некий столкновительный эффект. Как эти столкновения входят в бородовицкое вращение? Ну, это легко на самом деле сделать, поскольку столкновение – это диссипация. Диссипация вставляется просто как минимая часть частоты. Омега плюс а и ню. Ню – это эффективные частоты столкновений. И дальше, значит, тот же самый анализ, совершенно тривиальный, в несколько строчек. Появляется, естественно, поглощение, потому что у нас есть диссипация. И появляется некая дополнительная зависимость, частотная зависимость, коррекция для угла вращения. И это зависимость, собственно, то, что мы хотели бы получить. В самом простом виде мы получаем, что угол вращения в плоскости поляризации – это тот же самый λ², та же самая классическая формула для мера вращения, помноженный на коррекционный коэффициент, и он вот здесь показан синенький. То есть, когда у вас частота столкновений нулевая и очень маленькая, он коррекционный коэффициент равен единице, то есть классический результат получается, с ростом частоты столкновений, то есть эффективности рассеяния частиц с турбулентностью, он падает, падает до нуля и переходит через ноль и даже становится отрицательным. Интересный эффект. Парадеевское вращение становится отрицательным в обратную сторону по отношению к классическому эффекту. Практически это все. Все, что нам теперь остается сделать, это попытаться посмотреть, насколько разумные результаты получаются из этого. Результаты достаточно разумные, потому что мы можем эту коррекцию для меры вращения посчитать, точнее, отношений коррекции при 1,5 ГГц и 5 ГГц вычислить, вот они тут, картинки были показаны, теоретическая кривая, это верхний график и оцененная эффективная частота столкновений, вот она на последнем графике. Порядка нескольких обидов детства, если у нас оказывается, что турбулентность высокочастотная. Каким образом создать такую высокочастотную турбулентность, я не знаю, но, наверное, можно, потому что у нас есть токовые слои, например, мы знаем, что ток всегда приводит к аномальной диссипации, может быть какие-то там гучки, гучковая неустойчивость есть. В принципе, варианты есть, но это интересный вопрос поисследовать дальше. Поскольку эта работа короткая, мы не занимались моделированием, мы всего лишь занимались объяснением вот этого странного результата. Ну вот, собственно, и все. Это заключение, заключение тривиальное. То, что в некоторых случаях можно ожидать, что продвижское вращение будет неклассическим, оно будет аномальным, если у нас есть сильная турбулентность. Сильная турбулентность может быть везде, но будет ли она в конкретном случае, это уже вопрос, так сказать, моделирования, может быть, из первых принципов, ну или какие-то, какие-то другие, может быть, методы использовать. Ну и в конце, поскольку я говорил о вращении, вот вам коротенькое мое упаковое вращение. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. У меня три очень короткие вопросы. Вы вращение, насколько сильное вы делаете? Это могут бывать затопки в несколько раз или мало? Это зависит, потому что эти две вещи сейчас не связаны друг с другом. Одно зависит от эффективных частот и стволновения, а второе то, что вам нужно, чтобы там набиралась мера вращения достаточно. Для объяснения эффекта можно. Я не могу сказать, что это, так сказать, идеально получается, но это нормально. На грани разумности. Частоты, единый полный, дециметровый диапазон. Да. А какие ограничения на линейные равнодействия на расстоянных элементах? Известно, что эта парадеевская формула не верна, когда дополнительные полиции, в которой жизнь и личные сохранения эти области существуют? Это да, это, кстати, тоже интересный вопрос, мы это не исследовали. Это дополнительный вопрос, да. Пожалуйста. У меня короткий вопрос. Во-первых, мы знаем, что иногда Фарадей точно работает, и на многих частотах все идет как лямб на квадрат, поэтому, значит, есть случаи, когда вот такой... Безусловно. Безусловно. Да. И это очень хорошо. Я тоже согласен, что очень хорошо. У меня вопрос такой, что все-таки это разные частоты, источник у вас, который в фоне, это тоже что-то, судя по виду, это просто радиогалактика с какими-то вещами. То есть после того, как вы просто из-за того, что у вас угловое разрешение разное на разных частотах, вы уверены, что это не просто инструментальный эффект, что вы разные вещи меряете? Это вопрос не ко мне. Да. Я не умею мерить. Вот, да, это вопрос. Кто у нас специалист? Вообще-то, конечно, я тоже хотел именно подобный вопрос задать. Ведь понятно, что позиционные углы самих источников, они должны зависеть от длины волны. Могут зависит, по крайней мере. Как это учтено в этой разнице? Понятно, что это может быть систематический эффект. Вот. Поэтому не очень... А тем более они там двойные. Мало того, вы же приводите карты, где уже позиционные углы померяны. Значит, они уже учли международную следу. Здесь нет противоречия, так сказать, с точки зрения самой методики. Потому что, получается, вы сами себя вытаскиваете из болота. Знаете, я себя не вытаскиваю, я надеюсь. Дело в другом, что эти статьи написаны одними и теми же авторами. То есть они посмотрели туда же, сделали то же и подтвердили сами себя. Поэтому все, что я могу, так сказать, полагаться, это на то, что они сделали это аккуратно. Ну, может быть и нет, я не знаю. Поэтому я и озвучил то, что, так сказать, одно из объяснений, это то, что неправильно. Я совершенно согласен с этим. А все-таки непонятно. Для одного источника отдельного, intrinsic protection measure, куда ты берешь? Здесь же intrinsic protection measure и источник. А это не важно совершенно. Нет, ну, меня это как бы мало волнует, потому что все, что я говорю... Принцип protection measure приходит не от твоего глупо, а от самого источника? Это пожалуйста. Я не говорю, что это глупо происходит. Я говорю то, что у тебя частотная зависимость другая. Что оно внутреннее, что оно внешнее. Гдеогрянка квадрата должна сохраняться. За исключением, если у тебя... Виноват. Для распределенного источника очень естественно. Абсолютно. А если ты имеешь в виду, что у тебя не точный источник, то конечно можно. Конечно можно. Спасибо за комментарий. Я с вами не понял. Уважаемые коллеги, давайте еще раз поблагодарим. Пожалуйста, следующий накладчик. Сергей Комаров. Подавление коэффициента диффузии электронов в плазме, отверженной зеркальной неусторчивостью. Пожалуйста, 20 минут. Я немного изменил название доклада. Я буду рассказывать о подавлении теплопроводности зеркальной неустойчивости, зеркальной неустойчивости столкновения галактик. И я начну с короткого описания свойств межгалактической среды. Известно, что межгалактическая среда представляет собой разгряженный горячий газ, при этом он турбулентный и замагниченный. Другим важным свойством этого газа, прежде всего прочего, является его слабая столкновительность. Слабая столкновительность означает, что частота столкновения ионов, хотя и значительно больше характерной частоты движения плазмы, тем не менее, она гораздо меньше парморовской частоты вращения ионов в магнитном поле. Это свойство межгалактической среды определяет микроскопическую структуру магнитных полей на масштабах ионного ламморовского радиуса. Также из наблюдений нам известно, что во многих сравнениях наблюдаются значительные вариации температуры, а в холодных фронтах наблюдаются очень резкие галактические температуры на масштабе длины свободного пробега, такие вариации температуры не сохранились бы в течение времени образования структуры, если теплопроводность была спицерской, потому что мощные горячие плазмы скоплений, а спицерская теплопроводность очень эффективна. Таким образом, предполагается, что существует некий механизм подавления теплопроводности, и, скорее всего, он связан с магнитными полями. Умчая задача теплопроводности и самогличная теплопроводность среды является крайне исходной, поэтому разумно разделить ее на несколько частей и заниматься этими частями от нее. Первый эффект – это подавление параллельной теплопроводности. Параллельная теплопроводность может быть подавлена за счет фруктуации магнитного поля вдоль силовых линий. В этом случае фруктуации магнитного поля играют роль магнитных зеркал, подавляя, соответственно, диффузию электронов. Такие фруктуации могут быть созданы на больших масштабах МГД-турбулентностью, а на микроскопических масштабах МГД-турбулентского радиуса кинетическими неустойчивыми. Второй эффект, который следует за внимание, когда мы занимаемся теплопроводностью, это то, что диффузия электронно-перпендикулярных силовых линий оказывается никакой формальной и нельзя понапрегать за счет того, что силовые линии в МГД расходятся экспоненциально. Соответственно, регулярная диффузия эффективно увеличивается. Ну и, наконец-то, нас интересует футроводность на масштабах турбулентных игрей. Стоит учесть, что эволюция градентов температур скоррелирована с эволюцией силовых линий, так как и силовые линии градентов температуры эволюционируют в одном и том же поле скоростей. Однако в этом докладе я буду говорить о первом эффекте, то есть о подавлении параллельно-тефутроводности магнитными зеркалами. Рассмотрим, сначала рассмотрим эффект магнитного зеркалирования электрона в качестве. Предположим, что распределение магнитного поля льдой силовой линии имеет вот такой простейший вид, то есть существуют такие пики. В этом случае, если смотновения отсутствуют, заряженные частицы обязаны сохранять перводиабетический вариант, это магнитный момент частиц. Соответственно, это означает, что частицы в некотором диапазоне пич углов отражаются от областей сильного поля, из этих пиков. И критическое значение косинуса пич угла определяется вот такой формулой. То есть частицы, у которых косинус угла меньше этой величины, оказываются захвачены, частицы, у которых косинус пич угла больше этой величины, оказываются пролётами. И область пич углов, в которой частицы набираются струбозными, называется конусом потерь. Если мы добавим столкновения, то удобно рассмотреть два предела. Когда дряньосвободная прогрета гораздо меньше параллельной коррелиционной длины магнитного поля, происходит быстрая изотропизация электронов, и магнитные зеркала не оказывают никакого дополнительного эффекта на диффузию электронов. Происходит обычная диффузия электронов약ств у wolfly. В противоположном пределе, когда дряньосвободные прогрета гораздо больше длины коррелиации магнитного поля, Зеркала начинают подавлять диффузию за счет двух эффектов. Во-первых, в любой момент времени постоянная доля частиц является захваченной, и эти частицы не вносят вклад в диффузию электронов. А второй эффект заключается в том, что даже для пролетных частиц эффективность до свободного пробега становится меньше за счет того, что электроны надо пролететь меньшую длину, чтобы рассеяться из конуса потери. Так как угол при основании конуса потери не менее 180 градусов, а в 0 градусов меньше. Так что частицам нужно меньшее расстояние, чтобы на этом расстоянии вылететь из конуса потери. Таким образом, два этих эффекта уносят вклад в подавление электронной диффузии. В случае же магнитного поля общего вида и в случае произвольного соотношения длины свободного пробега и координационной длины магнитного поля, необходимо решать электронное кинетическое уравнение, которое было усоединено по гироуглу. Такое усоединение можно проводить в случае, когда масштаб магнитной фруктуации гораздо больше возможностого радиуса электронных, что практически, что всегда выполняется. В этом кинетическом уравнении справа стоит простейший воронцовский оператор рассеяния по печь угол. При этом мы не учитываем диффузию электронов по энергиям, потому что магнитные зеркала меняют направление скорости электронов. Они не могут изменить энергию частиц. А зеркальная сила, действие магнитного поля электроны, описывается за счет члена связанного с зеркальной силой. В нашей модели мы считаем магнитное поле статическим, приняв характерное время диффузии гораздо меньше характерного времени движения планов. Легче всего такое кинетическое уравнение решить методом Монте-Харла. То есть это кинетическое уравнение соответствует, моделируется частицами со следующими уравнениями движения. То есть на частицу действует магнитная, дизеркальная сила в таком виде и частицы, используя исключение и столкновение, которые описываются таким членом, где это гауссовый гендер. Соответственно, промоделировав утверждение этих частиц на компьютере, мы можем посчитать эффективный коэффициент моноэнергетической диффузии, просто усоединив средний квадрат и смещение частиц. Мы считаем подавлением моноэнергетической диффузии, просто усоединив средний квадрат и смещение, если мы усоединим коэффициент диффузии по максимуму, ничего не изменится. Таким образом, мы получаем эффективный коэффициент подавления диффузии как функцию от отношения длины свободного пробега к корреляционной длине магнитного поля. То есть мы нашли эффективное подавление диффузии векторами, а мы хотим найти еще и подавление этихопроводности. Мы можем связать подавление диффузии электронов с подавлением этихопроводности, если мы заметим, что фактически магнитное зеркалирование эквивалентно рассеянию по 5 углу без магнитного поля, но с увеличенной частотой рассеяния. Частота рассеяния увеличивается в единице делить на L для раз. То есть мы заменяем неоднородное магнитное поле, однородное магнитное поле, при этом увеличивая эффективную частоту пространственной диффузии. При этом зеркала не влияют на диффузию электронов по энергии. Теперь мы можем добавить градиент температуры на масштабах гораздо больших длины свободного пробега. Тогда функцию распределения электронов можно разложить по малому параметру. Она будет состоять из суммы максимального скорого распределения с температурой, меняющейся вдоль силовой линии. И малого анизодробного возмущения, которое имеет первый парад по граденту температур и пропорционально косинусу пичугла. Косинус пичугла и токсин. Теперь мы можем записать электронное кинетическое уравнение на стационарную функцию распределения. Но при этом в правой части теперь у нас уже стоит полный интеграл столкновений, который включает в себя диффузию и по скоростям, и по пичуглу. Так как нам необходимо посчитать коэффициент стопроводности, а не диффузии. Соответственно, как я уже сказал, зеркала модифицируют лишь член, связанный с пространственной диффузией, и увеличивает эффективную частоту рассеяния по пичуглу. Если мы примем оператора диффузии по скоростям, если мы запишем его в форме покеропланка, либо в любой уголкой форме, мы получим это дифференциальное уравнение на анизотропную поправку F1. Мы можем решить это уравнение численно, получить анизотропную поправку F1. Затем, проинтегрировав ее, можем посчитать тепловой поток и из теплового потока получить эффективный коэффициент теплопроводности. Таким образом, из эффективного подавления диффузии мы посчитали эффективное подавление коэффициента теплопроводности. Теперь мы можем применить такой аналитический подход к магнитному полю скопления галактик. По нетруглентному перемешиванию, славые линии магнитного поля подвигаются случайным растяжением и сжатием в результате процесса так называемого фруктуационного динамо. Фруктуационное динамо формирует вот такую складчатую структуру магнитного поля. Однако при этом нельзя забывать, что металактическая плазма является слабо столкновительной. Это, как я уже говорил, означает, что частота столкновения ионов гораздо меньше пармоновской частоты иона. Это означает, что адиоматические варианты должны сохраняться. Первым адиоматическим вариантом является магнитный момент иона. Он должен сохраняться. Это означает, что изменениям магнитного поля должны соответствовать изменения перпендикулярной скорости иона. То есть величина магнитного поля по сути контролирует перпендикулярное давление. Соответственно, в этом случае неизбежно возникает анизотропия давлений. Величина этой анизотропии определяется балансом между столкновительной релаксацией анизотропии давления и драйвингом магнитного поля турбулентностью. В скоплениях величина такой анизотропии составляет порядка одной сотой. Однако оказывается, что даже такой маленькой анизотропии достаточно, чтобы возникли мелкомасштабные генетические неустойчивости. Такие неустойчивости имеют очень высокий темп роста, порядка варморовской частоты. Растут они на масштабе порядка варморовского радиуса иона. Таких неустойчивостей две. Одна из них, шланговая неустойчивость, развивается в областях, где поле убывает. Шланговая неустойчивость представляет собой стабилизированную альфиновскую волну. То есть фруктуации магнитного поля перпендикулярны. С другой стороны, зеркальная неустойчивость развивается в областях, где слабая линия растягивается. В зеркальной неустойчивости является резонансная неустойчивость. Что означает, что магнитные фруктуации генерируются в направлении параллельных сторон. Обе неустойчивости насыщаются в момент, когда магнитная энергия достигнет величины порядка разницы от международных параллельных давлений. И дальнейшая роль неустойчивости заключается в удержании величины анизотропии вот в таком граничном состоянии, определяющемся этому условию. Однако для нашей задачи важна лишь шланговая неустойчивость, потому что она генерирует параллельные фруктуации магнитного поля, и эти фруктуации порядка единиц. Таким образом, такие фруктуации способны захватывать электроны в магнитные ловушки и потенциально подавлять электронные методы. То есть, если представить качественно спектр параллельных фруктуаций в магнитном поле в межрологической среде, он состоит из двух частей. На больших масштабах фруктуации и параллельных фруктуаций могут создаваться к укулентности. Однако на этих масштабах длина свободного пробега оказывается меньше коллекционного длинного магнитного поля, и магнитное зеркалирование оказывается неэффективным. С другой стороны, чем хороша зеркальная неустойчивость, тем, что она развивается на очень маленьких масштабах. На этих масштабах длина свободно пробегать гораздо больше коллекционного длинного магнитного поля, магнитные зеркала оказываются эффективными. При этом, величина фруктуации такая же, как и величина фруктуации здравоохранения. Так как непосредственно наблюдать зеркальные фруктуации невозможно, в основном скоплении мы используем симуляции, выполненные метрофунктом. Он написал гибридный код, гибридный в том смысле, что ионы описываются частицами, а электроны представляют собой изотермальную жидкость. Что делает код? Берется двухмерный ящик, на пазму накладывается сдвиговое течение, силовые линии многих наполей, которые нарисованы, начинают растягиваться по скорости, соответственно возникает анизотропия давлений. Анизотропия давлений приводит к генерации изотерпальной неустойчивости, как я сказал. Пространственная структура изотерпальной неустойчивости представляет собой вот такие вытянутые мастерсисты. То есть видно, что фруктация магнитного наполя действительно является параллельной, то есть они вытянуты на направлении своей линии магнитного наполя. Эволюция изотерпальной неустойчивости протекает в три этапа. Короткий этап экспоненциального роста неустойчивости сменяется секулярным ростом, который длится несколько характерных предметов сдвигов. Затем секулярный рост сменяется полным насыщением, когда магнитная фруктация перестает расти. Соответственно, чтобы посчитать эффективную тропроводность в этих двух стадиях, на стадии секулярного роста магнитных фруктациях, на стадии полного насыщения, мы извлекаем из этого ящика две линии, две репрезентативные силовых линии. Вот они нарисованы здесь. Изменение магнитного поля вдоль этих силовых линий, нарисованы на верхнем рисунке. А функция распределения магнитного поля вдоль этих силовых линий, нарисованы внизу. Мы видим, что функция распределения ограничена сверху. То есть, как видно, в принципе, из картинки, такие магнитные фруктации являются почти периодически. Теперь мы просто применяем аналитический метод, который я писал до этого, к таким силовым линиям, и получаем следующую зависимость эффективного коллекционного теплопроводности и диффузии от отношения длины саводного протыга к корреляционной длинею магнитного поля. В межгалактической среде это отношение очень велико, соответственно, нам важна лишь область, симпатическая область справа. Таким образом, мы получили, что эффективная теплопроводность за счет зеркальной неустойчивости подавляется 3-5 раз, диффузия подавляется большее число раз после, потому что из экола подавляет пространственную диффузию, а диффузию по энергиям не подавляет. Таким образом, теплопроводность подавляется слабее. Ну и наконец, что можно сказать про общую картину, про теплопроводность скопления в целом. Наш результат заключается в том, что мы показали, что параллельная теплопроводность подавляется и какие-то развлекательные неустойчивости. При этом, в основном, а вероископление может получить, в принципе, еще одну двойку за счет турбулентной фильтрации магнитного поля. Мы можем применить тот же аналитический метод турбулентной фильтрации, мы получим еще одну двойку. Но это максимальная степень, наверное. Вот. Однако, известно, что согласительность целевых линий вносит еще дополнительный коэффициент порядка от трех до десяти раз в зависимости от турбулентного поля. В итоге, полное подавление может достигать величины от 1,3. На этом все. Спасибо. Следите за все вопросы. Ну вот, если только очень коротко. А церковь перезамыкания целевых линий вносит на поле не делается? У вас есть? Нет, идеально. Ну, то есть, пересоединение, я как понимаю, самосогласованно учитывается с инваляцией, но я думаю, что никакого... Спасибо еще раз. Последний доклад в нашем заседании. Павел Медведев. Диффузия гелия. Вперед в формирование первых галактик. 20 минут, пожалуйста. Добрый день. Я хотел бы рассказать о нашей работе, оценке роли влияния Диффузии на первичный состав в период формирования первых структур в ранней Вселенной. Но перед тем, как перейти к теме доклада, я хотел бы рассказать немножко о нашей предыдущей работе по расчету Диффузии в межгалактическом газе, из которого непосредственно мы перешли к расчету Диффузии в ранней стране. В последние годы измерение распределения тяжелых элементов в межгалактическом газе скопления галактик становится все лучше, пространство разрешенным. И вот на этом слайде изображено распределение обилия железа по скоплениям и заработке 2015 года. Видно, что распределение тяжелых элементов сложное, но у всех этих профилей есть характерная черта – это спадающий характер центральной области. То есть падение обилия железа в центральной области скопления. С одной стороны, это может быть только кажущийся эффект, связанный с изонансным рассеянием, и мы просто недооцениваем обилие железа, измеряя по эмиссионным линиям лейтбрейт-геновской аспекты. Но, с другой стороны, если процессы переноса не подавлены магнитным полем, то диффузия за не слишком долгое время, за время меньше чем 5-7 миллиардов лет, может существенно перераскрепить тяжелые элементы в межгалактическом газе. Но, казалось бы, тогда почему мы наблюдаем уменьшение железа в центральной области? То есть, кажется, что диффузия, наоборот, должна вести к тому, что тяжелые элементы должны оседать в центральных областях скопления, в дипре скопления. Но гравитационная смутация тяжелых элементов — это только одна часть картины. В общем, диффузионный поток зависит от градиентов концентрации, от гравитационного поля скопления и от градиентов температуры скопления. Так, ну вот первое. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо!